Маламут и хаски отличия, в чем разница, кого выбрать. Собаки, это прекрасные животные, отличные и преданные друзья человека. Каждая из пород хороша по-своему, и если стоит выбор между хаски и маламутами, то эта статья обязательно к прочтению. В ней описано все, что может пригодиться при выборе одной из этих пород, отличие хаски от маламута, особенности ухода и питания животных. Их характер и черты внешности. Итак, озорные хаски или задумчивые маламуты. История происхождения пород и назначения собак. Для начала стоит рассмотреть происхождение такой породы, как сибирские хаски. Эти собаки были выведены чукчами в Сибири. Они имели огромное значение для этого народа. Собачьи упряжки являлись средством передвижения, из их шерсти делали теплую одежду, они помогали людям согреваться. Позже, после продажи Аляски США, эти собаки были найдены и там. Голубоглазый хаски – очень активный пес. К сведению. В 19-х популярность приобрел такой спорт, как гонки на собачьих упряжках. Порода хаски прекрасно подходила для него. Таким образом, эти собаки стали очень распространенными во всем мире, а в особенности в северных регионах. Маламут и хаски схожи по происхождению и назначению. Аляскинский маламут – это одна из древнейших пород, которая появилась несколько веков назад на Аляске. Своё название эти собаки берут от племени малимутов, которая проживала на территории Аляски и вывела данную породу. Собаки предназначались для транспортных целей, согревания людей, кроме того, они являлись отличными и очень умными компаньонами для людей. Обратите внимание. В 18-х Во время золотой лихорадки маламуты приобрели широкое распространение, поскольку не было другого способа передвижения. После популяризации гонок на собачьих упряжках данная порода распространилась по всему миру, как и хаски. Маламуты могут часами пребывать на снегу и не мерзнуть. В чём они схожи? Во-первых, хаски и маламуты очень похожи по назначению, для которого они и были выведены. Во-вторых, можно найти и внешнее сходство, сравнивая этих собак. Окрас, строение тела, форма морды – это те признаки, по которым может показаться, что породы похожи. Но если более детально разобраться, то окажется, что они очень сильно отличаются. Разница во внешнем виде у взрослых собак. Чтобы понять, как отличить хаски от маламута, нужно знать ряд особенностей каждой породы. Ниже представлены пункты, по которым можно сравнить эти породы. Размеры, вес и другие отличительные особенности. Взрослая особь маламута может достигать 40 и более кг, кобель, и 33 килограмма, сука. Хаски меньше – 28 килограммов, кобель, и 23 килограмма, сука. Рост хаски в среднем 50-60 сантиметров в холке, рост маламута варьируется от 55 до 65 сантиметров в холке. Кто больше? Из предыдущего пункта видно, что маламут в отличие от хаски крупнее по размеру. Это видно и внешне, при визуальном сравнении животных этих пород разница очень заметна. Цвет носа. По стандартам снежный нос, допустим, у обеих пород. У рыжих маламутов нос должен быть коричневый, а у собак остальных цветов – черный. Обратите внимание, у белых хаски нос розовый, у красных – печеночный, у остальных – черный. У уши. У маламутов уши небольшие по сравнению с головой, расставлены довольно широко и немного наклонены вперед. У хаски уши среднего размера, толстые с большим количеством меха, они высоко посажены на голове, смотрят строго наверх. Голова и глаза. У маламутов голова крупнее, чем у хаски, морда объемная. У хаски голова конической формы среднего размера. Глаза маламутов миндалевидной формы, некрупные, всегда темного цвета, раскосые, уголки глаз слегка приподняты. У второй породы глаза среднего размера, уголки тоже немного приподняты. Важно! Цвет может быть как карим, так и голубым, допускается гетерохромия, то есть разные цвета глаз. Бывает даже такое, что один глаз наполовину карий, наполовину голубой. Хвост. У маламутов хвост пушистый, длинный, может быть не полностью закручен в кольцо, располагается не ниже уровня спины, закинут за спину, но не прижат. Во время движения хвост этой породы может быть вытянут назад. У хаски хвост также пушистый и длинный, но он не загнут в кольцо, а прямой. Во время передвижения направлен вверх, в спокойном положении свисает ниже уровня спины, эти собаки имеют так называемый лисий хвост. Шерсть и окрас. Различия в окрасе шерсти незначительны. Маламуты могут быть серого, черного, саболиного, рыжего, коричневого с белым, а также белого цвета. Шерсть хаски может быть практически любого цвета, от черного и бурого до белоснежного. В основном собаки обеих пород не однотонные. Чаще всего встречаются собаки с белой грудью и животом, и темной спиной. Шерсть у маламутов намного гуще и жестче, чем у представителей породы хаски. Они имеют плотный подшерсток, похожий на войлок, и грубую ость, то есть верхний слой шерсти. У хаски подшерсток мягкий, но плотный, а ость прямая и гладкая, поэтому у маламутов шерсть длиннее, они более пушистые и объемные. Лапы. У маламутов лапы широкие, снегоступы с толстыми подушечками и мехом между пальцев. У хаски они овальной формы среднего размера. Они также, как и представители другой породы, имеют крупные подушечки и шерсть между пальцев. У маламутов колени имеют средние углы, слегка согнутые, у хаски они резко выражены, расположены близко к земле. Как отличить щенков? Щенки хаски и маламутов более похожи, чем взрослые особи. Поэтому стоит обращать особое внимание на детали при выборе собаки. Щенки хоть и схожи, но отличаются по цвету глаз, хвосту и все же размеру. У хаски хвост прямой, у маламутов он свернут в колечко, глаза хаски могут быть и карие, и голубые, у маламутов же они только карие. Малыш маламут. Даже щенок маламута уже заметно крупнее, чем щенок хаски. Начиная с двух месяцев можно четко отличить эти породы по всем основным признакам. Щенок хаски меньше по размерам. Отличия в характерах кто упрямее и независимее. Представители этих двух пород хоть и были выведены для схожих целей, но довольно сильно различаются по характеру. У многих представителей обеих пород можно по выражению морды увидеть некоторые черты характера. Маламуты более спокойные, рассудительные и уравновешенные. Собаки этой породы равнодушны к незнакомцам, более скудно проявляют эмоции. Не часто воют или лают, в целом достаточно тихие и размеренные. Их можно назвать большими добряками, ведь один вид их милой и симпатичной мордочки может сказать многое. У этих собак очень добрые и спокойные глаза. Хаски, наоборот, собаки очень эмоциональные. Представители этой породы любвеобильной жизни радостны. Собаки некрупные, очень энергичные и веселые. Часто могут выйти лаять, особенно когда им не хватает внимания. Эти собаки отлично относятся к детям, любят играть и резвиться. Судя по их морде, можно сказать, что они довольно хитрые и упрямые. Могут обижаться и проявлять свой характер не с самой лучшей стороны. К сведению. В целом хаски более упрямые, но независимыми этих собак не назовешь. Маламуты противоположны, они спокойные и послушные, представители этой породы самодостаточны и независимы, не требуют столько внимания, сколько хаски. Продолжительность жизни и здоровья. Собаки обеих пород обладают довольно крепким здоровьем, приспособлены к жизни в суровом климате и при правильном уходе не болеют. Однако у них есть ряд потенциальных заболеваний, характерных конкретной породе. Он представлен в таблице. Уход и питание. На самом деле, обе эти породы требуют правильного и тщательного ухода. Собакам нужны хорошая физическая активность, уход за шерстью, правильный рацион питания. Стоит уделять много времени дрессировке и воспитанию собак. Собак данных пород не стоит держать в квартире, им нужно много места, так как они любят волю. Нужно регулярно гулять с ними, давать им достаточную нагрузку. Важно! Если есть такая возможность, то необходимо позволять собакам бегать с небольшими грузами, например, можно посадить ребенка в санки. И позволить собаке покатать его. Особенного ухода требует шерсть маламутов, поскольку она более пушистая и объемная, чем у хаски. Их необходимо вычесывать минимум два раза в неделю, а во время леньки – каждый день. Хаски тоже требуют вычесывания, но в случае этой породы, чесать собаку можно реже. Что касается дрессировки, с представителями породы хаски придется изрядно повозиться. Эти собаки могут быть упрямыми, так что к ним нужен особый подход. Маламуты более послушные и усидчивы. Диета хаски отличается от диеты маламутов только тем, что первые в связи со своим размером требуют меньшего количества корма. Поскольку собаки активны, им необходим рацион с высоким содержанием белков и витаминов, с большой энергетической ценностью. Их можно кормить как специальным кормом, так и обычной едой. Они прекрасно едят мясо, крупы, нужно давать и овощи, поскольку они богаты витаминами. Полезно включать в рацион рыбу или рыбий жир. Можно давать собакам рыбные консервы два раза в неделю. Обратите внимание, щенков нужно кормить три раза в день, а взрослых собак два раза. Кого лучше завести? Обе эти породы просто прекрасны, но подойдут не каждому любителю собак. За счет того, что они требуют много времени и правильного подхода, их не стоит заводить начинающим собаководам. Опытным заводчикам собак породу можно выбирать, исходя из своего характера и образа жизни. Хаски идеально подходят для активных людей, любящих спорт. Они хорошо уживаются с детьми, поэтому семьям тоже подходят. Это харизматичная собака для харизматичных хозяев. Нужно учитывать, что могут возникнуть проблемы, если их оставить дома одних, они могут начать вытескулить, потому что скучают. Если нужна более спокойная и сдержанная собака, то маломут – идеальный вариант. За счет своего характера эти собаки довольно скептично относятся к детям, так что лучше подходит для взрослых людей. Стоит помнить, что эта порода тоже рабочая, и с ней нужно много заниматься. Они могут играть и веселиться, как и хаски, но будут делать это с чувством меры. Скрещивание двух пород Метисы, то есть смеси двух пород, сейчас очень распространены. Такие собаки намного дешевле, чем чистокровные. Однако стоит учесть тот факт, что, несмотря на внешнее сходство, эти породы очень сильно отличаются и физиологически, и по характеру. Смешанное потомство может иметь проблемы, как с физическим, так и с психическим здоровьем. Чистокровные собаки очень добрые и неагрессивные, а вот характер Метисов непредсказуем. Такие собаки могут получиться злыми и трудноконтролируемыми. Обратите внимание, Кроме скрещивания этих двух пород, очень популярны помеси маламутов с лайками и самоедами. Собак породы хаски также скрещивают с ними. Такой Метис может получиться при скрещивании двух пород. Таким образом, у данных пород есть схожие черты, но на самом деле это очень разные собаки. Они отличаются не только внешне, но и по своему характеру. При выборе питомца стоит ориентироваться на этот факт. Представители этих пород – прекрасные, красивые и добрые собаки. Чтобы завести такую собаку, нужно приложить немало усилий, однако все труды окупятся, ведь такая собака станет отличным компаньоном. И другом.